Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомит наша корреспондента и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Не вписался в поворот. В Чебоксарах из аварий было парализовано движение на одной из основных магистралей столицы. В безопасной и качественной дороге в Чувашии начался масштабный ремонт. Помнят о традициях, в селе Шушенское Красноярского края открылся филиал Чувашской национальной культурной автономии. Сегодня глава Чувашии принял участие в расширенном заседании Генерального совета Организации «Деловая Россия». Предприниматели, руководители субъектов и члены правительства обсуждали развитие экономики в стране и меры поддержки бизнеса. Масштабный план экономического роста участникам заседания представил федеральный министр Максим Орешкин. По его словам, в отрасли наметились позитивные тенденции, в перспективе будут снижаться банковские ставки и развиваться налоговая система. Стратегия «Особый упор» сделана на высокотехнологичные проекты. Российская промышленность в них сейчас нуждается как никогда. На заседании обсуждали и инвестиционный потенциал субъектов. По словам экспертов, Чувашия выстраивает грамотную политику поддержки предпринимателей. Мне нравится вовлеченность и настрой региональных органов исполнительной власти в ответы на запросы делового сообщества. То есть, какая бы проблема ни возникала, стараются искать ответ и относятся к нам неформально. Это правильно. Чувашская республика в этом смысле является очень хорошим, положительным примером. Традиционно развивают электротехническую промышленность и все, что связано с высокими технологиями. И подавляющая часть подобного рода проектов находится именно в этой зоне. Инициативно Чувашия, то, что Михаил Игнатьев занимается самостоятельно этой проблемой, мы напрямую с ним, он курирует эту проблему сам, дает определенный импульс. Сегодня же в Москве глава Чувашии принял участие в расширенной встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. Подробности в завтрашнем выпуске программы «Республика». Сегодня утром в Чебоксарах было закрыто движение транспорта на Московском проспекте. Там произошла серьезная авария. Фура выезжала на Московский проспект и, не вписавшись в поворот, пробила собственный бак обордюр. ЧП произошло около 9 утра у бывшего торгового дома «Новинка». Топливо разлилось примерно до остановки Студгородок. На участке работали три дорожных машины, они засыпали дорогу песком. После этого по дорожному полотну пройдутся щеткой. В ГИБДД Чувашии сообщают, что стаж водителя фуры, виновника ДТП, более 40 лет. В нашем городе он впервые. В Чувашии начался масштабный ремонт дорог. На реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделены серьезные средства. Это позволит отремонтировать десятки участков и снизить аварийность. Наша съемочная группа узнала, как идет освоение средств в Новочебоксарске и Чебоксарском районе. Только в этом году на ремонт дорог в Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Маргаушском районах планируют потратить более миллиарда рублей. Половина из них поступила из федерального бюджета. Все аукционы по объектам состоялись. В Новочебоксарске подрядчики уже приступили к работам. Им предстоит освоить более 300 миллионов рублей. Если посмотреть на карту Новочебоксарска, вот эти 12 основных магистралей дорог, практически большая часть дорожного покрытия в Новочебоксарске будет отремонтирована в этом году. На следующий год предусмотрено по этой программе еще 150 миллионов. По сути дела, за два года основные магистрали в Новочебоксарске будут заново отремонтированы и положен новый асфальт. Дворовые территории города также попали в программу ремонта дорог. Результаты уже видны. Мы тоже здесь гуляем с детьми с колясками, когда проходим на аллею. Тоже была дорога ужасная, но сейчас благодаря, видимо, дорожникам все сделано, и это очень хорошо. Каждый объект, который попал под программу, предварительно изучили специалисты. Главные критерии, по которым были выбраны участки, это износ дорожного покрытия, интенсивность движения и, главный показатель, большое количество ДТП. Дорога Яна Шимала и Тарханы уже давно нуждалась в капитальном ремонте. На него выделено более 10 миллионов рублей. Данная автомобильная дорога не соответствует нормативным требованиям. Было принято решение о проведении ремонтных работ и укреплении дорожного полотна на автомобильной дороге с тем, чтобы беспрепятственно запустить школьный автобус. Также предусмотрена установка барьерного ограждения. Напомним, что в программу безопасные и качественные дороги вошли более 100 аварийных дорог. Все заявленные участки должны быть отремонтированы в течение этого года. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Лучше поздно, чем никогда. Так объяснили чебоксарские архитекторы свое решение разработать проект развития территории рощи за ДК тракторостроителей. Мы уже рассказывали об этом городском участке. По первоначальному замыслу пространство парка должно было составлять единый ансамбль с ДК. Однако все так и осталось в проекте. А теперь рощу стали хаотично застраивать. Жилые дома, магазин, автозаправка, МФЦ. Последней каплей для городских зодчих стало решение разместить там кадетский корпус с общежитием и ледовым катком. Они решили предложить альтернативное решение. Во время прошлого архитектурного совета чебоксарские зодчи негодовали по поводу ледового катка, который город собирается разместить рядом с будущим кадетским корпусом в рощи за ДК тракторостроителей и подыскивали ему более подходящее место. Теперь они протестуют против строительства в рощи из самого здания будущего кадетского корпуса. Вместо этого архитекторы предлагают завершить дело, начатое больше 20 лет назад архитектором с мировым именем Феликсом Новиковым. Создать единый ансамбль из Дворца культуры и парка. Сам Феликс Аронович, который недавно отметил 90-летие и сейчас работает в Штатах, готов принять в этом участие. Его наработки визуализировал Чуваш-граждан проекта в заседании архитектурного совета. Он участвовал по скайпу. Я просто тогда не имел возможности так широко на это взглянуть, как вы сейчас смотрите. Наверное, моя роль может быть как бы консультативная такая, но я готов с вами сотрудничать с удовольствием. Архитектор Владимир Цыпленков развивает идею аллеи и предлагает наполнить парк разными зонами. Игровая, спортивная зона отдыха. Мы сознательно убрали отсюда кадетскую школу, которая здесь была уже, так сказать, по настоянию руководства города размещена. И считаем, что все-таки эта школа должна быть размещена в другом месте. Поэтому вот эта основная аллея, которая заложена, здесь расположены вот эти фонтаны. Я ее поддерживаю, пытаюсь связать это целиком с парком, всю структуру, которая была заложена для этой идеи. И наполнить это пространство, кроме как сетью дорожек, еще и функции дополнительные. То есть, во всяком случае, здесь цвет, это разные функциональные какие-то участки. В отличие от предыдущего автора, Владимир Филатов использует плавные линии. Структура вот этого каскада и планировочные решения, которые у Феликса в самом начале были. Использование их, но добавление таких каких-то живых линий, живых холмов, деревьев, построек. Каскады фонтанов, разные функциональные зоны, аллеи вместо корпусов и катка. Для тех, кто скажет, что это просто профессиональные капризы, есть следующие аргументы. Имея статус республиканского учреждения, школа будет набирать учащихся со всей Чувашии. Являясь интернатом, оно может располагаться на загородных территориях, где может получить достаточное пространство для свободного размещения всего комплекса, включая каток. Ему нужен полигон для военных игр, стрельб и прочих упражнений с военной техникой. Мы не знаем, как будет развиваться армия России и военное образование через 10-20 лет. Кадетской школе может понадобиться развитие новой класса и другой. Здесь нет места для этого. Впрочем, пока архитекторы выступают с предложениями, город оформляет землю в муниципальную собственность. Земля под рощей уже переведена из лесного фонда в категорию земель населенных пунктов. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Этническими кинокартинами запомнился чубаксарцам третий фестивальный день. Нашей съемочной группе удалось оценить две киноработы башкирского режиссера Айнура Аскарова и чувашского Марата Никитина. Что нужно для счастья простому парню? Стабильная работа, надежный тыл и верные друзья. Все это было у Урала, пока его не подставила собственная невеста. Вместе с рухнувшим миром открываются глаза на тех, кто всегда был рядом. Несмотря на тяжелую завязку, фильм получился легким и даже комичным. Любой сможет увидеть себя в героях кинолентам. Кино удалось, считает уфимский режиссер. Теперь оценка за членами жюри. Здесь в конкурсе у нас романтическая комедия из уфы с любовью. Отличие ее в том, что это не совсем формат кинофестиваля, возможно. Это веселая зрительская работа. Не значит, что она глупая. В ней много чего заложено, интересного для размышления. А это кино не для всех. Так считает сам режиссер. Фильм Марата Никитина «Фуга» заслужил самые высокие оценки чубаксарских кинокритиков. Широкой аудитории он был показан впервые. Фильм понравился. Хотелось бы отметить Марата, что я его знаю, познакомился с ним недавно. Действительно молодец и показал, на что он способен. Просто когда смотришь фильм, оцениваешь, хочется его еще раз посмотреть или нет. Вот этот фильм я посмотрела еще раз. Интересно. Впереди еще три фестивальных дня. За это время чубаксарцы и члены жюри смогут оценить еще четыре конкурсных фильма. А также документальное и детское кино. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Последние звонки прозвенели сегодня сразу в нескольких школах Республики. Один из праздников состоялся в Чебоксарской гимназии номер пять. Учителя проводили во взрослую жизнь свой десятый выпуск. Золотистые эмблемы и бордовые жилеты. Гимназистов видно за версту. По традиции вчерашних школьников провожают в добрый путь десятиклассники. А эти розы как символ удачи в будущем. Это открытые, честные и не двуличные ребята. Если они могут радоваться, значит они радуются. Если им плохо, значит они искренне это выражают. Возможно, поэтому нам было нелегко с вами в этот период. Но было очень интересно. Выпускникам этого года и всем выпускникам я хочу пожелать попутного ветра, чтобы всегда им сопутствовала удача. Сегодня последний звонок. А уже в понедельник первый госэкзамен. Даже на праздники ребята не забывают о том, что самая напряженная пора впереди. Настя планирует поступать в Московский строительный университет. Выбор помогли сделать любимые преподаватели. Я теперь знаю, чего именно я хочу и кем я буду. Это на самом деле очень приятно, но в то же время так грустно расставаться со школой. Ее одноклассник Дима – будущий медик. С выбором юноша определился еще в пятом классе, когда в школьной программе появилась биология. Рассматривал медицинские вузы Самары, Новосибирска. Пока нет ощущения, что все, конец еще. Я думаю, 25 июня будет. Все эти годы ребята старались не только отлично учиться. Многие из них защитили не один авторский проект. Кто-то жил творчеством, снимая программы для гимназического телевидения. Кто-то защищал честь учебного заведения на Всероссийских Олимпиадах. Педагоги не сомневаются, какой бы путь ребята не выбрали, им будет чем гордиться. Дарина Игнатьева, Олег Кикимов, Республика. Новое спортивное оборудование появилось в Чебоксарской школе номер 62. Благодаря сотрудничеству Кабинета министра в Чувашской республике с образовательным холдингом «Просвещение». Татами для дзюдо, манекены для борьбы, мячи, спортивные канаты, комплекты оборудования для силовых тренировок. Теперь заниматься единоборствами в 62-й школе стало удобней. Новый спортивный класс позволит юным спортсменам-самбистам готовиться к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровней. Напомним, в начале прошлого года правительство республики подписало соглашение о намерениях по взаимодействию в сфере развития образования и повышения его качества с образовательным холдингом «Просвещение». Мы долго изучали, какой школе это дать. В то же время пришли к выводу, что необходимо это предоставить 62-й школе города Чебоксара, так как основателем секции борьбы дзюдо и самбо в этой школе был легендарный человек Трофимов Александр Иванович. И мы не могли не учесть этот факт. Поэтому я надеюсь, что наши отношения с нашим партнером издательством «Просвещение» будут продолжаться, развиваться и укрепляться, так как это идет на пользу отрасли образования. Скоро начнутся детские лагерные смены, а пока здравительные центры посещают взрослые, те, кто отвечает за безопасность детей. Пришли посмотреть готовность вашу к 1 июня. Готовимся. Покажите, пожалуйста. Именно с таких слов начиналась сегодня проверка в каждом из четырех лагерей «Чувашия». Приемка детского лагеря для его сотрудников сродни сдачи экзамена. Комиссия тщательно проверяет пищеблоки, душевые, спортивные площадки, медицинские кабинеты. Заранее вы не предупредили, мы даже не знали, что вы приедете. Это у нас кабинет электролечения, где получают дети лечение. К нам вообще поступают дети с кардиологическим профилем. Кардиоэлементологическое отделение у нас, полиминологическое отделение. В этот заезд у нас должно поступить около 300 детей. И если в «Лесной сказке» не выявили практически никаких нарушений, то в лагере салют замечания появились. Газоном и лужайком. Осталось покрасить въездные ворота, заборы, лавочки. Комиссия рекомендовала быстрее закончить эту работу, так как дети должны дышать исключительно свежим воздухом, а не краской. Что касается безопасности, то с этим в салюте строго. За отдыхающими будут присматривать не только вожатые, но и 24 камеры видеонаблюдения. Лагерь «Березка» в этом году открывает свой 55-й сезон. Возраст солидный, поэтому хочется обойтись без замечаний. Ремонт практически завершен. Все работы идут просто, ну, домывают, расставляют мебель. Так что я считаю, проверка была вчера. Роспотребнадзор, МЧС, пожарники. Лагерь готов. В этом году на подготовку лагеря «Березка» к новому летнему сезону выделили 2,5 миллиона рублей. На эти деньги в числе прочего построили две новые площадки – для малышей и баскетбольную для ребят постарше. На днях всю территорию обработали от комаров и других вредителей. Вердикт проверяющих – «Березка», «Салют» и «Лесная сказка» к проведению смен готовы. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. 5 тысяч кедров любимым чебоксарцам. Гражданин Валерий Петров решил подарить столицу Чувашии кедровую рощу. Доказано, что вечно зеленые хвойные деревья делают воздух чище. Как скоро появится в Чебоксарах настоящая кедровая роща, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Каждое утро Валерий Петров спешит сюда, к своим питомцам – маленьким капризным саженцам. Полить, подкормить, проверить, появились ли новые всходы – забот много. Ну вот это вот надо делать несколько раз в день на самом деле. Кедр любит влажность. И вот мы когда сажаем в городе, то мы всем пытаемся объяснить, что чем чаще вы будете опрыскивать, не просто поливать, а именно опрыскивать хвою, тем лучше будет расти кедр. Кедры растут медленно, долго набираются сил. Первые семена Валерий посадил в 2010 году, засеял ровно 10 грядок. Все посаженные орешки дали всходы. И это было настоящее чудо. То есть это полезное дерево для человека. Раз, с чисто физической стороны. Это считается энергетическим деревом. Оно дает положительную энергию людям. То есть люди под этим деревом чувствуют себя лучше, у них повышается настроение, люди становятся добрее, внимательнее друг к другу. Но это хорошо, я считаю. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе было много, побольше добра, побольше вот этой чистоты какой-то. Хотелось гордиться своим городом. Не каждый город может сказать, что у него растут 5000 кедров. Когда ты живешь для других, это гораздо вкуснее жить, чем живешь для себя. Но это моя философия. Пока в разных районах столицы Чувашии растут около 1000 кедров. Весной этого года еще несколько сот хвойных саженцев переселились в город. Ребята из Чебоксарской школы номер 61 взяли шефство над трехлетними посадками. Школой терпения называют лесоводы выращивания кедра сибирского. Еще бы. На одну посадку уходит 2-3 часа. Чтобы посадить всего один саженец, необходимо перекопать участок в радиусе 3 метров от планируемой лунки. Теперь еще 15 вечно зеленых сибирских красавцев получили городскую прописку. Вика, я тебя поздравляю. Под общий аплодисменты. Пойдет. Да, все. Пройдет каких-то 20 лет. Ребята станут взрослыми, а посаженные ими кедры начнут плодоносить. И тогда урожай шишек смогут собирать не только их дети, но и внуки, и даже правнуки. Ведь кедры плодоносят более 200 лет. А Валерия Петрова добрым словом будет вспоминать не одно поколение чебоксарцев. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В селе Шушенское Красноярского края открылся филиал Чувашской национально-культурной автономии. Смотрите репортаж наших коллег из телекомпании «Южные горизонты». Чувашская диаспора Красноярского края начала объединяться для сохранения традиций, культуры, самобытности, языка в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия. На территории Красноярского края компактно всегда проживали во всех районах Красноярского края Чуваши и татары. В нескольких городах Красноярского края были проведены собрания Чуваши и принято решение о создании Чувашского общественно-культурного объединения. 27 апреля в социокультурном центре собрались представители Чувашской диаспоры Шушенского района на свое первое собрание в статусе представительства Национально-культурной общественной организации. Руководителем Шушенского филиала назначен Андрей Варламов, известный в Шушенском музыкант. Создание таких организаций очень важно, потому что все-таки это культура, это традиции. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас таких организаций было намного больше, чтобы мы все-таки владели, наверное, культурой разных народностей, традициями этих народностей. И я думаю, что это первая наша ласточка. На мероприятие приехали представители Чувашских землячеств из Хакаси и юга Красноярского края. Я веду кружок Чувашское народное творчество. У меня занимаются маленькие ребята. Сегодня мы представим деятельность ансамбля Пелеш. Будем танцевать, песни петь и расскажем о деятельности нашей автономии Чувашей. На праздничной встрече за большой вклад в развитие культуры Чувашского народа активистам были вручены благодарственные письма, а закончилась встреча выступлением участников ансамбля Пелеш. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире Национального телевидения Чуваши. Субтитры подогнал «Симон»!